доброго здоровьи уважаемые посетители канала смотрите какая картиночка я на себя так сказать любуюсь да то есть устанавливал такую камеру камеру навожу а вот экранчик через него я вижу на что я смотрю картиночка великолепно просто просто шикардос шикардос и я сейчас буду отвечать на ваши вопросы упоминания то есть работа с посетителями канала вот смотрите психологии отношений на гастрите и соде вот кира иванова написала все равно я получила гастрит и пониженную кислотность от того что много лет подряд перед каждой едой пила сначала воду или чай зачем принимала остальную пищу этим смывала желудочный сок смотрите дело в том что если вы сначала выпиваете воду или чай это не еда желудок также защищен слизью и не не вода не чай они не смывают эту слизь они быстренько покидают желудок и проходит туда дальше двенадцатиперстную кишку и потом значит в тонкий кишечник нет вот это вода или чай а потом значит смывается желудочный сок в результате стала совсем больной это не не влияло на именно работу будет смывание там вот это вот слизи или желудочного сока желудочный сок еще не выделяется он выделяется на на принятую пищу это важно понимать то есть если пустой вы просто пьете все это прошло там нету ни желудочного сока который уделяется на пищу не слизи вернее слизь имеется но она не смывается для того чтобы начало смываться слизь должны заработать железы желудка который выделяет вот этот вот как раз желудочный сок то есть соляную кислоту ферменты желудочного сока начинается пищеварение а потом смотрите за значит как только выделилась вот этого достаточно количество всего началось пищеварение все это там пошло скорее всего железы выделил достаточное количество соляной кислоты достаточное количество вот этих всех соков которые нужны для переваривания в желудке Они перестают работать и следом за ними идет опять выработка слизи Слизисто покрывается вот этой вот слизью, чтобы не было повреждения То есть вы немножечко понимаете механизм действия, анализируете Просто-напросто, знаете, вот я перед вами сижу, я просто использую свое логическое мышление Я просто использую разум Будьте разумными, а не стройте каких-то там доводов Значит, стала совсем больной И только недавно я разобралась в чем причина В чем причина, якобы в этом причина Здоровье потеряно, смотрите, если бы в этом была причина То стал бы болеть желудок Вот тут смотрите, еще сказано вот так, как я вам прочитал Значит, а здоровье потеряно и прошли годы Как только что-то у вас начинается теряться Что-то вы делаете не в ту, как говорится, степь Вы сразу же включаете свой аналитический аппарат Начинаете разбираться, что, что, почему Вот ваши действия и в результате получаете такой результат Меняете, значит, там последовательность, какие-то действия И смотрите, какой результат у вас И я лично поступаю так Так, дальше Теперь смотрите Сода совсем мне не подходит Позвольте Сначала пьете воду, а потом чай Тут ничего не сказано про соду Кира, вот как вы излагаете свой комментарий Который совсем непонятен Другое дело, если бы вы сказали Я сначала принимаю там соду А потом вот дальше Сода совсем мне не подходит Оказывается, вы принимаете соду Я лично теперь не понимаю Вот что вы хотите сказать Сода совсем мне не подходит Пью ацидин, пепсин Яблочный уксус во время еды Как говорится Хотел сказать словами президента Когда там корреспондент сказал Он говорит, да хрен его знает Значит, сода совсем мне не подходит Как вы принимали соду, я не знаю Для того, чтобы сода работала нормально Именно для здоровья Во-первых, необходимо понять Зачем вы ее применяете И второе, второе Значит, попробовать ее Попринимать и посмотреть Как реагирует ваш организм При этом все эти пробы Заключаются в том Что вы натощак Один раз всего-навсего Начинайте буквально-таки там С пол чайной ложки Этой соды На стакан кипятка Все это гасится Вы выпиваете и смотрите Что, что, как Один раз всего-навсего С утра Когда там ни пищи, ничего нет Потому что получается так Если вы соду вот такую вот Принимаете в течение дня Скорее всего Это, так сказать, 150% Что у вас еще идет там Пищеварение Вы думаете, что его нету Применяете соду И вы его нарушаете И вот этим вы можете Грубо говоря Испортить свой желудок Далее Пью Ацидин пепсин Яблочный уксус во время еды Не пейте Ни этот пепсин Ни яблочный уксус Во время еды Не надо это делать Есть такие, знаете, вот какие-то рекомендации Якобы улучшающие пищеварение На самом деле Смотрите, что происходит Если вы думаете Что вот это улучшает пищеварение вам То собственный пищеварительный аппарат Буквально таки Вот насколько вы ему помогаете Этим пепсином И яблочным уксусом Якобы помогаете ему Настолько он и перестает работать И в результате вы действительно С годами, когда это все Это самое Применяется Вы получаете Больной желудок Расстроено здоровье Что надо делать Я до этого говорил Применяется одно Один продукт съедается Один продукт съедается Больше ничего И ждете, когда все полностью переварится Без всяких каких-то добавок Потому что Вот пошли вот эти вот добавки Знаете, якобы улучшающие пищеварение А именно Вы там переели И вам говорят А вот это вот средство В этом таблеточках Раз, приняли И все у вас переварилось И люди подсаживаются на это И у них перестает нормально работать Вот как раз я там с девочкой ехал Года два там назад И как раз вот она и рассказала Что да, моя подружка применяет вот это Чтобы там лучше там это самое Переварилось Особенно желудок перестает работать Понимаете, перестает Это как анаболики Люди принимают Раздались все Собственная гормональная система Перестает их вырабатывать Тот же тестостерон В том количестве В котором он нужен Потому что И так вы там потребляете Извне То есть Раз вы потребляете извне Значит изнутри работать не надо А потом получается Когда вы бросаете заниматься И принимать вот эти все эти Так сказать Анаболические добавки А собственно это И не работает Гормональная система И тут людей сажают На гормональную Заменительную терапию И считают Что все это нормально Что все это О! И сейчас все Вроде идет на улучшение И сейчас вроде все На улучшение идет И потом вы Без этого яблочного уксуса Без этого Ацидин пепсина И не сможете Не сможете жить дальше Вам надо Ну это мое мнение Вот как бы я поступил Это не Как бы стопроцентный Такой совет К тому Чтобы вы начали этим заниматься А потом опять таки скажите Вот Еще разок Сначала воду пьем А потом откуда-то Сода не подходит Излагайте свою мысль Правильно Вот Лично я бы Поголодал бы Хотя бы неделю Для того чтобы Все это восстановилось И начал Начал потихонечку Восстанавливаться На кисломолочном Один продукт И все бы Это восстановилось То есть поставить Организм в те условия Он у вас стоит Совершенно в каких-то Не тех условиях И порождается Кроме что Вот эти вот болезни И больше ничего Вроде идет улучшение Все животные Как говорит доктор Уайдер А также По наблюдению Пьют воду После еды Или вообще Не пьют А знаете Все животные Почему И человеку Хочется Выпить воды И там Какой-то жидкости После еды Я-то Светоч Светоч Я вам говорю Вот смотрите Золотые правила питания Это Пособие Пособие Для Ну Цриологов Как там Как их там Сейчас называют Специалистов по питанию Уникальная книга Вот я ее написал Я ее написал Понимаете И я Как говорится Не от балды Что-то придумаю Вам говорю А почему эти пьют Вот Уайдеров Сказал Я к нему Отношусь С большим уважением Но вы вот Услышал От него Он Сказал И пьют Не пьют Оказывается Когда идет Пищеварение И выделяются Желудочно-кишечные Соки То И они Вырабатываются Из крови Примерно От двух До четырех Литров Забирается Из крови Вот этих Вот Жидкостей Всего Забирается И поэтому Кровь становится Более вязкая Более концентрированная И естественно Хочется пить Но если Вы выпили До еды До еды Жидкость прошла Как бы сказать И там Грубо говоря Поджидает А вот Если вы Выпьете Сразу После еды Вот смотрите Что у вас Получается Я в который раз Объясняю Больше наверное Я не буду Объяснять это У вас Вы съели Что-то У вас Выделилось Два литра Желудочного Допустим Сока Ну Пускай Желудочного Желудочного Сока Не будем там Кишечники Брать Там еще Выделяется Будь здоров Выделяется Желудочного Сока И вы Определенной Крепости С определенным Набором Пищеварительных Ферментов У вас Началось Пищеварение Все Организм Примерно Грубо говоря Вы там Сели Полкилограмма Пищи И он Так Компьютер Организма Значит Сработал Что на это Надо выделить Вот где-то Два литра Сока Определенной Крепости Все Началось Пищеварение Смылось Не смылось Вот То есть У вас Пищеварение Остановилось И Для того Чтобы оно Продолжилось Вот организм Два литра Дал Вы допустим Кружечку Там Пол-литровую Выпили Грубо говоря Компота И теперь Организму Надо еще Дать Допустим Где-то Пол-литра А то литр Итого Три литра Для того Чтобы Создалась Необходимая Крепость И началось Нормальное Пищеварение То есть Вы изнашиваете Свой желудок Вы изнашиваете Свою пищеварительную Систему Вот что Что получается Если Сразу пить Если же пить Через часика Два Три Вот когда Действительно Вот это Хочется пить Потому что Выделились Эти все Соки Но тогда Еще можно Но если Опять-таки Вот смотрите В чем Фишка заключается Вот Почему Рекомендуется Седать Большую Миску Салата Перед приемом Любой пищи Но опять-таки Надо понимать Что это Рекомендация Справедлива Тогда Когда у вас Нормально Ваш желудочно-кишечный Тракт Может усвоить Сырую пищу В виде Салата Если он ее Не усвоил Значит Это не ваше Пока надо Грубо говоря Его натренировать То есть У нас все должно Натренироваться Создаться Механизмы Которые будут Переваривать Сырую пищу Вот эти Салаты Хотя бы Так вот смотрите Что происходит Если вы съедаете Перед каждой едой Большую миску Салата Тем самым Вот эта жидкость Которая содержится В свежих Овощах Она всасывается В кровь И следом идет Грубо говоря Обычная пища Ну пускай тоже мясо Выделяются Пищеварительные соки Из крови Но туда уже поступила Вода От этого салата И как бы идет Уравновешивание Вам не хочется Пить Понимаете О чем я говорю Разъясняю вам Так Про животное Сказали Доктору Вайдера Сказали А также Пьют воду После еды Или вообще Там не пьют Так А пьют После какого-то Промежутка времени Только почему Я это раньше Не замечал Я сожалею Ну Это уж Извините Вы уж Не замечали А надо подмечать Мы знаете Мы занимаемся Всем чем угодно Всем чем угодно Смотрим Какие там Акулы обитают В Тихом океане Еще там Мегалодоны разные Еще что-то Там Еще что-то Кроме того Что нам надо Нам надо В первую очередь Понять Как устроен Свой собственный Организм И как сделать так Чтобы мы Не разрушали Своё здоровье А созидали его Плюс еще Некоторые науки Для того Чтобы мы Еще процветали Вот именно Этим Я и занимаюсь Организм